Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот мы говорим про Пугачёва, про внесённого в перечень физиологического функционального агента на территории СССР Министерства МРФ Галкина. Кто-то спрашивает, зачем? Зачем так много? Вы знаете, друзья, ведь в какой-то момент здравые мысли высказывали о том, что Галкин, в общем-то говоря, Запад мог готовить на смену президента России. Собственно, они хотели его видеть президентом России, так же, как в сопредельном государстве победил комик. Тут комик, и там комик. Друзья, вы знаете, и это не шутки, потому что об этом говорила Вайкуле, об этом говорили ещё несколько человек, которые особо являются приближёнными к президенту сопредельного государства, к каким-то западным функционерам, скажем так, которые особо одиозно ругают нашу родину. И вообще, вы знаете, вся эта ситуация связана с чёрными квадратами шоу-бизнеса после начала операции, с отъездом Пугачёва и того же Галкина. Это всё не просто так делалось. Галкин же сам сказал, что после того, как его друг стал президентом сопредельного государства, за ним стали более пристально и внимательно присматривать и так далее. И вот журналист Гордон, внесён в перечень физлиц, выполняющий функционер странного агента, также Минюстом России в список лиц, внесённой организацией, в отношении которых имеют сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности, вдруг делает вот такое заявление. Давайте посмотрим. Не случайно Путин так боится Галкина, потому что Галкин вполне может претендовать на пост президента России. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Галкин может сменить Путина. Потому что, если Зеленский смог... Объясните мне, а почему Галкин не сможет? Он обладает мощнейшим интеллектом, мощнейшим, поверьте мне. Он обладает огромным жизненным опытом. Он имеет любовь к своей родине, что очень важно. И уважение к западным ценностям, что немаловажно. Поэтому, конечно, Путин напрягается всегда. Когда в Украине победил Зеленский на выборах, уже был звоночек, что нужно опасаться Максима Галкина. Совсем не шутки. Почему? Потому что то, что он говорит, об этом писали очень многие. Что когда те, кто уехал, и Запад, они планировали развалить. То есть, изнутри. У них много подписчиков, у этих функционеров шоу-бизнеса. Миллионы. Они хотели воздействовать вот так. А, значит, и снаружи. Внешне, я имею в виду. И вот, пожалуйста, постоянно. Вайкуле тоже говорит. Мощный интеллект. Вот, россияне, голосуйте. И так далее. Очевидный бред. Абсолютнейший. Что Путину нужно опасаться Галкина. Это просто смешно. Это тот, кто такие вещи может говорить, ему нужно лечиться. Это я просто по-другому не могу сказать. Но для нас важно не то, что говорит в данном случае он относительно боязни или не боязни. А это, понимаете, факт того, что, очевидно, Запад планировал на пост президента Галкина. Об этом же говорила внесенная в перечень физ. дисциплина и иностранного генотерапии с министром РФ Лазарева. Что он будет президентом, а я начальником тюрьмы или министром здравоохранения. И самой сейчас надо подлечиться. Она уже сама на себя не похожа, потому что не закусывает. И дело все в том, что когда мы говорим об этих людях, мы фактически говорим не просто о юмористе, который куда-то поехал. Или о его жене, которая где-то сидит непонятно чем занимается в бомбоубежище. Мы говорим о тех людях, которые фактически пошли на то, чтобы стать новой Россией. Олицетворением новой России. Сейчас Гордон говорит, он уважает западные ценности. Не дай бог. Родители номер один, родители номер два. В Португалии, по-моему, на конкурсе красоты победил мужчина. Он так себя чувствует, женщины сейчас. Четырехлеткам раздают из 21 пола выбрать. Я два знаю мужчин, женщины. Я не представляю, что можно еще придумать. И это западные ценности. Он уважает эти ценности. Он уважает, наверное, и тех, кто чествует эсэсовцев в канадском парламенте. Не дай бог таких ценностей нам в России. Просто не дай бог. А это, видимо, была их мечта. Поэтому роль Галкина, она очень сильно преуменьшена с точки зрения того, что его вот эти гастроли мировые, понимаете, это очень сложно организовать. Во всех странах, пожалуйста, дороги открываются везде. И закрываются только там, где страны дружат, так сказать, с Россией. Дружественные страны. Поэтому... А на Западе, пожалуйста, все дороги открыты. Езжай куда хочешь. Потому что роль его, она была совершенно иная. И сейчас почему там отменили, здесь какие-то проблемы? Потому что, во-первых, усталость от этого всего дела. Во-вторых, Израиль на повестке дня в третье. И их это всех беспокоит. Потому что их, скажем так, в сабантуйчике, они, видимо, планировали с президентом сопредельного государства. И он говорил, кого можно, так сказать, на роль эту. И очевидно, что при поддержке Пугачевой хотели, при поддержке ее авторитета. Когда все это поняли, что не работает, сейчас уже сложность. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости из всех источников в одном месте. Фото, видео, хроник. Политика с моими комментариями. Подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Поэтому еще раз скажу, что роль Галкина в данном случае не просто нельзя преуменьшать. А у них и сейчас это есть. Ведь в период проведения операции сейчас они понимают уже, что... Нам это было изначально понятно, что ничего не выйдет. Но они рассчитывали на то, что очевидно, в какой-то момент, возможно, им или удастся вернуться. Или на изломе, скажем так, как-то они въедут сюда на коне. Или еще что-то. Но то, что озвучивают вот эти люди, то, что Гордон озвучивает... Ведь они озвучивают не свои мысли. Они полностью сейчас там отрабатывают гуздеповские печеньки. И для него важно озвучить это так, чтобы это было слышно. Вы понимаете, то, что он говорит... Галкин, президент России, и, очевидно, будет кто-то боится. Я за этот год наслушался столько ахиней с их стороны. О болезни кого-то там в высшем руководстве. Что все там... Это просто элемент информационных, так сказать, вот этих вот действий. Боевых действий в информационном пространстве. Это, я думаю, любой здравомыслящий человек отнесется к этим рассуждениям, как, ну, если можно так назвать, юмору самого Галкина на сцене. Ему надо взять Гордона, и пусть он на сцене говорит вот эти вещи. Потому, что по-другому к этому отнестись, а серьезно к этому относиться просто невозможно. Но допускаю, что где-то там в каких-то странах к этому действительно могут мощнейший интеллект. Смеетесь? Он выходил между Дроботенко и Гальцевым в аншлаге. О чем речь вообще вы ведете? Но, очевидно, Западу это было бы удобно, потому что в сопредельном государстве, невзирая на людей, сколько они положили. Понимаете? Абсолютно. И этот гоняет дорожки, абсолютно ничего не понимает, что делает уже. И здесь то же самое. Не дай бог. Не дай бог. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.